Друзья, всем привет. Не могу не подвести итоги вчерашних событий в США, связанных с выборами президента. Вчера был захвачен Капитолий, я выходил в прямой эфир, события развивались стремительно. И сегодня столь же стремительно вся эта ситуация свернулась. То есть протестующие ненадолго захватили Капитолий, потом подъехала национальная гвардия, Капитолий освободили. Продолжилось заседание, на котором признали победу Байдена над Трампом. Таким образом, утверждение в последней, можно так сказать, инстанции итогов президентских выборов состоялось, несмотря на вот этот вот инцидент в Капитолии. Можно констатировать, что спектакль окончен под названием «Перевыборы Трампа», но шоу продолжается. Мы в любом случае увидим еще много интересного. Во-первых, основной момент, который уже обсуждается в средствах массовой информации, это то, что под видом сторонников Трампа на самом деле в Капитолий проникли активисты «Антифа». США – это организации, которая участвовала непосредственно в маршах, в протестах БЛМ, которые прокатились в прошлом году по Соединенным Штатам. То есть штурмовали Капитолий те же самые люди, которые участвовали в рамках операции «Черные жизни важны». В частности, конгрессмены США обратились, как было сказано, в кампанию по распознаванию лиц, и там более 65 совпадений они вычислили именно активистов этого движения «Антифа». Большая часть народу, конечно же, это были обычные граждане, зеваки, даже, наверное, они не зеваки, а люди с активной политической позицией. Они же все-таки пришли на этот митинг в поддержку Трампа. Но те, кто непосредственно действовал, входил в кабинеты Капитолия, это люди, как раз вот самые яркие персонажи, тут же в сети появились фото, где эти ребята участвуют в маршах БЛМ. То есть это те, кого проплатили демократы, противники Трампа, сначала для организации беспорядков с участием БЛМ, а потом они же поучаствовали в захвате Капитолия под видом сторонников Трампа. Они просто шапочки надели с надписью «Мага», девиз Трампа, и немножко пошумели. По поступающим кадрам было видно, что полиция особо не сопротивлялась, даже были фрагменты разговоров захватчиков Капитолия и полицейских. Все это создавало впечатление плохо сыгранного спектакля. Точно так же, как Трампу забанили аккаунт его в Твиттере, забанили аккаунт его в Фейсбуке. То есть вроде как репрессии в отношении Трампа, но на самом деле ему самому устраниться от этой ситуации было гораздо удобнее, чем выходить и призывать своих сторонников к каким-то реальным действиям. Понятно, что ничего этого не будет и не предполагалось. Трамп после всех этих событий заявил, что мирно передаст власть. Появилось его обращение. Байден в своем обращении назвал всех участников акции протеста в Вашингтоне террористами. Теперь, чтобы ни у кого иллюзий никаких не было, проплаченные участие в подобного рода акциях, они заканчиваются 40 уголовными делами, возбужденными по факту беспорядков в Вашингтоне. То есть те, кому сами же демократы платили деньги за участие в событиях БЛМ, в событиях с Капитолием, они уже сейчас попадут под уголовные дела. Кого-то, возможно, посадят. Наверняка попадут также под гребенку настоящие сторонники Трампа, которые, возможно, переусердствовали во время захвата Капитолия. Сообщают о четырех жертвах. Самая громкая – это женщина, которую убили внутри Капитолия, а охранник выставил из пистолета. Она оказалась бывшей сотрудницей ВВС Соединенных Штатов. Также где-то там недалеко от Капитолия обнаружили несколько взрывных устройств, которые деактивировали. Также демократы начали говорить о том, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и влепить импичмент Трампу напоследок. Так, не обошлось и без России, без Путина. Нэнси Пелоси о Трампе. Этот президент – инструмент Путина. Целью Путина было преуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп. Президент Трамп сделал вчера наибольшие из многих его подарков Путину. Но один неоспоримый факт, очень примечательный, Трамп оказался единственным за последние десятилетия президентом США, который не развязал ни одной войны. Не на том, как говорится, спасибо. Ну, в общем, это вся информация, которая есть к этому часу. Еще пару слов я скажу о блогерах американских, русскоязычных. Я, как знал, за последние полгода подписался на нескольких таких блогеров. И я смотрел, что они думают по этому поводу, их мысли. Некоторые ездили и участвовали, принимали участие непосредственно в этих событиях. То есть были там, у Капитолия. Общее настроение среди вот таких русскоязычных иммигрантов, которые проживают в США, я вижу, как такое разочарование тем, что произошло. И если все сторонники Трампа разочарованы точно так же, то это яркий маркер такой того, что Америка раскололась и переживает не самые лучшие времена. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мои ресурсы, все ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok